Итак, пацаны, всем салют! Сегодня хочу поведать вам историю о HyperOS. Мне твои истории просто доебали уже! Одна история охуеть, другая! Это новая оболочка, которая прилетает сейчас на смартфоны Xiaomi, и мой телефончик Poco F5 тоже получил эту оболочку. Я вдоль и поперёк её исследовал и нашёл в ней некоторые отличия от MIUI 14. Хочу рассказать о некоторых фишках, которых нет в MIUI 14, но которые появились в HyperOS. Короче, типа, чем отличается HyperOS от MIUI 14? Поэтому давайте пристегиваем ремень и погнали! Базар аниме, давай! Ну, по сути, это та же самая муйня, только теперь на букву Х. Ну, визуальные есть отличия. Мы зашли в настройки о телефоне, типа HyperOS, Xiaomi, всё такое. То есть мы можем посмотреть это имя устройства и зайти в хранилище. Нам обещали, что эта версия программного обеспечения будет занимать меньше места в системе. Тем не менее, место занимает 11,5 гигабайт, а не 8 обещанных. Давайте по факту. Заходим в меню приложений, и тут, типа, все приложухи установлены на телефоне. По HyperOS добавили возможность удалять предустановленные приложения. Ну, типа, скрывать их, либо удалять вообще. Игровой центр, например. Я зажимаю на нём пальцем, и тут появляется вот такой значок. То есть при нажатии этого значка я уберу из меню приложений значок этого приложения. То есть я, типа, это приложение заморожу, скрою его. Но мы можем и удалить некоторые приложения. Такие, например, вот как калькулятор. То есть, видите, я на него нажимаю, а тут уже корзина. То есть я вообще могу из системы удалить, он не будет занимать место. Календарь. Также я могу скрыть из системы заметки. Заметки можно удалить. То есть это вот эти системные приложения, которые можно либо скрыть, либо удалить. И они не будут там мозолить в глаза, либо занимать место в памяти устройства. Вы можете найти замену этим приложениям. Это, конечно же, плюс. Нам не нужно плясать с бубном, подключать телефон к компьютеру, прочей хренью заниматься. Есть еще одна интересная фишка, которая отличает HyperOS от MIUI. В настройках мы можем найти блокировку экрана. Тут, в самом низу, будет стиль блокировки. Тут мы можем настроить экран блокировки досконально, не так, как было это на MIUI. Мы можем выбрать какие-то классические виды экрана. Помимо обоев я могу сделать фильтр и сделать эти обои какими-то расплывчатыми. И также поменять выход виджет часов, к примеру, сделать что-то похожее. Мы видим и дату, и время, и время захода-восхода солнца, что тоже интересно. Сюда можно также добавлять в эти блоки другие виджеты. Например, часы, двойные часы, дату, качество воздуха, температуру воздуха, ощущается как, ну типа вот эти все погодные фишки. Но это чисто классика. А вот ниже мы уже можем выбрать необычные дизайнерские обои с интересными часами. Ну и финальный аккорд, это, конечно же, обои в виде журнала. Мы можем выбрать даже свою картинку какую-то, либо выбрать из имеющихся картинок и сделать наложение слоями. То есть я выбираю надпись, вот сзади какую угодно, например, салют. И вот видите, она спрятана за головой этой дамочки. Тут внизу я могу поменять вид часов. То же самое с разными тут обоями. Видите, то есть настройка колоссальная. Мы можем сделать все что угодно. Вот на этой обоине четко видно, что я могу поменять глубину. Видите, какие получаются изменения. Ну и такая вот интересная штука появилась в HyperOS. Помимо этого в HyperOS появилась еще и новая шторка уведомлений. Она отличается от MIUI шторки наличием вот этого вот виджета мультимедиа в центре управления. Как по мне, эта штука тут нахрен не нужна на самом деле. Потому что если мы слушаем плеер какой-то, я вижу это уведомление в шторке уведомлений. Зачем дублировать все это дело в центре управления? Сомнительно, но окей. В стандартную галерею тоже добавили некоторые интересные фишки. Зайдя в раздел альбомы, мы можем нажать тут на три точки и выбрать вырезку. Теперь выбрав фотографию, она автоматически вырезает на ней объект. И мы можем либо сделать прозрачный фон, либо добавить сразу сюда уже какой-то сторонний фон. Ну и, к примеру, сделать уже превьюху на YouTube без каких-либо заморочек. Начитался я в интернетах, что довольно давно Xiaomi занимается защитой данных пользователей своих смартфонов. Они якобы должны были перелопатить раздел безопасности и экстренные случаи. Захожу я сюда и особо ничего новенького тут не вижу. Защита и конфиденциальность. Тут немного тоже перекроили дизайн, но что-то нового тоже не вижу. Тем не менее, ожидается в этих разделах новая полезная функция. Называется она подтверждение отключения. Суть этой функции заключается в предотвращении отключения смартфона без использования пин-кода или биомет. Если кто-то будет пытаться выключить ваш смартфон, нужно будет ввести специальный код-ключ, который вы придумаете. Без этого телефон хрен выключишь. Штука полезная, но пока она вот в моей версии не появилась. Зайдите, посмотрите, может у вас на телефоне она присутствует в разделе защита и конфиденциальность. Еще одной из противоречивых, на мой взгляд, обновлений является вот эта вот всплывающая панель. Называется это Островок или какой-то там Исланд. Реализована на HyperOS она, на мой взгляд, хуже, чем на том же Realme. Потому что по факту эта динамик Исланд, она мешает. Вот смотрите, я включаю телефон на зарядку и я не могу опустить шторку, пока эта штука вот эта сверху не пропадет. Да, конечно, я могу при появлении этой шторки нажать на нее, она сразу скроется. Но тем не менее, это опять мы делаем какие-то лишние тело движения. Поэтому мне кажется, эта штука нахрен не нужна. Печально, что на данный момент отключить ее в настройках нельзя, как это реализовано у других производителей в их программном обеспечении. Ну, короче, вот такие вот новые фишки в HyperOS. Пользуемся дальше, смотрим, что нового. Ну и подписываемся на канал, чтобы не пропустить новые видосы, друзья. Обязательно подписывайтесь и пишите в комменты, что как вам HyperOS. Может, что я пропустил, какие-то еще интересные ее фишки. Спасибо за внимание, всего доброго и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok